И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен космической мини-игре и этой замечательной тематике. Сегодня мы будем в очередной раз лететь в нашем замечательном космосе, но для начала нам нужно выполнить заданки, получить 12 энергий, ну и также приобрести ластецкий, я так думаю, спецпочечек за 2000 танкойнов. Сегодня у нас чисто в теории есть шанс дойти до броненосца и быть может сегодня произойдет исторический момент, когда я впервые на своем аккаунте получу данный уникальный модуль от всех критических выстрелов. Что касаемо заданок, то мне сегодня надо выполнить, ну по сути, наверное, одну катку в штурме, если получится нанести в ней 300 тысяч урона. Для этого мы берем, конечно же, рельсу с прострелом. Именно на ней можно нанести довольно большое количество урона за минимальный промежуток времени. Ну и по корпусу я возьму викинга плюс дрон кризис, дабы у нас урончик более сочный залетал. Без разницы, наверное, куда меня закинет, за штурм, за деф или за атаку. Наверное, даже будет лучше, если кинет за атаку, где противник будет кучковаться у себя на флагштоке. Если это будет какая-нибудь карта по типу пустыни, то будет возможность нанести довольно большое количество урона. И может даже нам не придется играть в фуллбой, но все равно я думаю, что мы его вместе с вами сыграем. Итого у меня сегодня должно быть энергии на 11 ходов. Я наконец-таки сумел сделать четное количество энергии. Соответственно, теперь у нас раз в 5 дней, сегодня у нас получается как бы пятый день подбора ежедневных заданок. У нас будет четное целое количество энергии и, соответственно, мы полетим в нашей мини-игре. Что касаемо самой мини-игры, то если вы смотрели предыдущий видеоролик, то вы знаете, какая у нас ситуация по ней. Ситуация у нас... Осталось 4 метеорита. И если у нас будет всегда плюс 1 и всегда минус 5, то это при самом печальном раскладе 280 энергии. Так, ну а нас закидывает на стадиончик. Я бы не сказал, что это хорошая карта. И то, что это та карта, на которой мне удастся нанести большое количество урона. Но будем стараться. Будем стараться. Вот первая сочная залетела, уже 11 тысяч есть. Из таких надо всего лишь выдать где-то рельс 20. И тогда будет возможность у нас быстрого завершения этой замечательной заданки. Главное, чтобы у нас сквозная залетала. Тогда будет вообще все супер великолепно. Ну и даже можно и обычными выстрелами неплохо стараться накидывать по противнику. Либо вот так стрелять через своих тиммейтов. Семерочка. Нет, не семерочка, шестерочка тысяч. Залетела. Так, ну ладно, попробуем давайте доставить. Может быть получится у нас доставить еще один. Замечательный флажочек. Так, что тут у нас? Хорошо, сливаем бойца. Доставочку вторую оформляем. Так, попер вылетает. ЗДшки ему полторушечку не накидываем, а накидываем по викингу. Ну и можно даже, наверное, постараться выиграть эту катку. Чисто в теории, наверное, у нас шансы есть на это. Я смотрю, что у нас уже с нашего замечательного клан тега один молодой человек запикался в катку. Поэтому он нам, я думаю, что поможет. Либо мы ему поможем. Не знаю, кто кому поможет. Но можно постараться эту катку выиграть. Так, я нажал ДАшку. Хотел нажать вместо ДАшки аптечку, чтобы меня не застойпило. Но немножко по другим припасам щелкнул. Так, ну и что касаемо урона, то пока что ситуация у нас такая довольно-таки спорная и слабая. Здесь как-то прострельчик найти интересный довольно тяжеловато. И поэтому было бы неплохо, если противник вдруг прямо сейчас начал кучковаться на своем спауне. И вот тогда уже будет возможность хороших, сочных рельсочек. Так, я что-то перегазовал. За стеночку дал. Так, что тут у нас? Блин, как раз на прицел хорек вылазил. Я уже переводиться начал. Так, есть овердрайв. Есть овердрайв и есть противник, который стоит в одном месте. Прожимаем овер. Тушим овердрайв. 2 кила. И меня вливает страйкер за счет сводки с пробитием. Соответственно, у противника есть как минимум еще одно устройство на пробитие. И это тот самый момент, когда мы можем просто переодеть иммунитетик. Ну и теперь попробовать еще и доставить. Наш изедовод и флантеговец доставляют еще один флажочек. Соответственно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише. Блин, чуть бы подсаппортил, он бы мне своим овердрайвом, может я бы тоже бы еще бы одну доставочку здесь оформил. Так, ну мне вообще надо где-то на широчайшую становиться. Где-то на широчайшую и стараться урон кидать. Потому что иначе я не выполню эту заданку. По флагам вроде как наша команда тянет. И если я буду еще давать дополнительные киллы, может даже будет проще доставлять. Сейчас противник начнет кучковаться в зоне доставки 100%. И вот тогда как раз таки у меня будет возможность еще дополнительного наноса урончика. Потому что они не захотят отдавать флаги. И с этими кучами там должны открываться замечательные прострелы. Блин, только 3000 нанес по типу. Так, ну и вот этот дикофриз, конечно, очень противный. И мне надо как-то от него уходить. Надо как-то делать так, чтобы он под меня не открывался. Давайте попробуем от него убежать. Это нулевой урон. И вот здесь можно, кстати, хорошую ревисочку выдать, да? Да. Чего? А где прострел? Алло, Валера. Алло, Валера, где прострел? Я не понял. Так, я не понял, что он хочет. Он думал, что я его бить не буду или что? Я прострел хотел сочный всунуть, а он не прошел. Ну, прострел-то сквозной не залетел. Что касаемо этой рельсы, поджог, вернее, зажег рельсы стал очень долгий. И из-за этого долгого зажога, моментами, бывает, что вы хотите слить какого-то типа, а он уже просто уходит в сейв-зону, потому что у вас зажигается эта рельса в 40 тысяч лет. И поэтому нужно, ну, не знаю, как-то предугадывать, что ли, лучше полет противника, ну, проезд, можно даже сказать, противника, дабы у вас была большая вероятность, что вы попадете в эту рельсу. Да, потому что в моментах, когда ты играешь не так часто на ней, то стало сейчас посложнее, посложнее попадать все-таки. Так, ну и что тут у нас? Противник вообще не открывается ни под какие сквозные. Тут уже, я смотрю, у молодых резистов дофига и больше стало от рельсочки. Так, вот этого мы можем слить? Блин, ну да, могу слить, конечно. Конечно, сейчас солью, ребят. Сейчас солью с рельсой в землю. Так, жму не тру и влетаю. В движню. Ай-яй-яй-яй-яй, овердрайв прожал. Ну и я что-то как-то не успел даже залететь. Пока что все плохо. Пока что все плохо, у нас прошло полбоя, мы хоть и ведем, но если рассматривать с точки зрения получения моих очков и урона, то я вам скажу, что здесь есть шанс на то, что я не выполню эту замечательную заданку и нам придется играть еще какой-то боечек. И я, если честно, этого крайне не хотел бы делать. Поэтому надо что-то как-то стараться наносить, как-то вкидывать. Прожимает овердрайв свой молодой человек. Так, ну и урон какой-то такой кислый-кислый урончик. Кислый под заморозкой. Что-то как-то, ну, такой осет, тухловат, тухловат залетает. Слабоватым. Главное, что наши тиммейты тащат. Я хоть и ничего полезного особо не делаю, но команда вытягивает за нас весь этот тяжелый груз. Ну и победочка никогда не бывает лишней, правильно? Так, сквозная открывается. Нет, не открывается. Есть овердрайв. Было бы неплохо его где-то попробовать грамотно реализовать. Резистов очень много от рельсы, но я все равно, наверное, менять ее не буду. Потому что вряд ли. Ну, страйкем, наверное, единственное. Можно было бы взять на нанос урона, но все-таки у меня сейчас овер. Было бы неплохо попробовать его как раз-таки реализовать. Аптечку еще прожимает хоречек. У меня тоже есть аптечка. Попробуем, кстати, улететь. Может, получится? Может, получится. Видите, как долго заряжается, что даже тип успевает еще выехать дополнительно из-под стеночки. И я только тогда выкатываю. Так, сейчас надо флангом зайти, правым желательно, и попробовать прожать овердрайв. Там очень неплохо противник сейчас стоит. Там хорошая такая кучка есть. И можно было бы в теории накидать не кисло урончика. Может, даже сверху встать. Не знаю. Ладно, давайте попробуем отсюда просто ударить. А не, уже никого нету. Уже никого нет, к сожалению. Так, ладно, давайте попробуем здесь в проезде какой оформить контентовый. Контентовый проездик. Так, и вот сейчас вот здесь вот. Кушать овер. Найс. Найс. Добавка. Ну, блин, ну маловато. Маловато. 10 тысяч урона, наверное, где-то нанес. Это, по сути, одна сквозная рельса хорошая, и все. Я бы столько же урона бы вкинул. Ну, такая. Не самая удачная, наверное, просто карта для рельсы. Здесь, в принципе, тяжело искать какие-то сквозные. Ну, и... Резистов тоже, конечно, противник понабирал довольно большое количество. Соответственно, реализовать эту замечательную пушку тяжело. Давайте попробуем все-таки переодеться. Давайте попробуем переодеться. Давайте попробуем взять дико... А, диктатора не могу взять, потому что почему-то я... А, я устройство менял, все, понял. Ну, давайте возьмем Вика Страйкер. Я не знаю, что это будет, конечно. Давайте попробуем покидать урончик. Попробуем покидать урончик. Даже кризиса менять не буду. Просто покидаем, посмотрим, что из этого у нас получится. Может, чуть-чуть больше урончика попробую нанести. Все-таки резистов у нас от Страйкера нету. А вот как раз-таки, резов от рельсы, практически вся вражеская команда имеет. Так, ну и будем еще стараться доставлять. Я, конечно, в таких комбинациях не играю. Но ладно, пусть это будет у нас такой эксперимент. Эксперимент Викинга Страйкер еще и с кризисом. Но кризис здесь вообще, кстати, не сочетается никак. Урончик-то, конечно, я буду в моменте наносить нормальный. Но, типа, это такое. Это такое себе. Это такое себе, такое себе. Не очень актуально, не очень круто смотрится. Но давайте пробовать. Давайте пробовать, давайте пробовать вкидывать. Можно даже попробовать. Может, чуть-чуть агрессивнее сыграть. Встань где-нибудь ближе к противнику спауну. И не брать лак. Хочется уже что-то креативное придумать. Но пока что ничего хорошего у нас, если честно, не получается. Три минуты до конца. У меня 500 очков. 500 очков это 100% нанос меньше 300 тысяч урона. Это может быть даже... Какие-то 150 я нанес за эту катку. Ну, довольно мало должно быть, по идее. Давайте попробуем сейчас реабилитироваться. И чуть-чуть постараться хоть за эти 3 минуты покидать урончик. Покошмарить противника. И надеяться на то, что наши тиммейты как раз таки будут сейчас стараться доставлять флажочки. Так, и у нас овердрайв появляется. Не знаю, как здесь овердрайв реализовывать, если честно. Как здесь реализовывать овердрайв? Давайте попробуем покидать. Что-то побемсить. Давно я со страйкером таким не накидывал. Ух, семерочка вкусная залетела по противничку. Супер, троечка, добавочка. А, это не у меня сводка летела. Я думал, это у меня сводка летит. Так, ну и попробуем сейчас чуть-чуть оттянуться от этого бойца. И добавить ему еще раз. И еще раз. Супер. Конечно, кризис можно реализовывать. Но это так непривычно. Это так непривычно, конечно. С такими комбинациями. Я привык играть на бустере со страйкером. Но никак не с кризисом. Еще и с викингом. То есть, для меня это вообще что-то такое новое, определенно. Но, что касаемо урона, я вам скажу, что неплохо. Неплохо залетает. И у нас на победочку эта катка тоже идет. Идет на победочку. Давайте я лучше даже, наверное, скину. Чтобы тиммейтам не мешаться. Так, и пробуем сливать в очередной раз этого диктатора. Который так агрессивно пушит. И старается меня слить. Так, викинг открывается. Хорошо сливается. Титанчик добивается. Ну и диктатор на пушинге летит на гусях. И мы его с этими гусями, конечно же, неплохо так принимаем. Так. И двоечка контентовая. Раз. Добавочка. Два. Три насуночка. Хорошо. Шестерочка контентовая. Вот это я понимаю. Ну, в принципе, в принципе, есть шанс, что трехсотка есть. Вот у меня есть ощущение, что трехсотка может быть. Может быть. В теории. В теории может быть. Ну, либо там какие-нибудь 220. 240. Может быть что-то такое. Ну, в принципе, вот. Когда я на страйкера отделал, урон полетел поинтереснее. С рельсой там только пару рельс было хороших. По 10 тысяч урона. И на этом, в принципе, у сё. А здесь со страйкером оно как-то, ну, более стабильно, знаете. Постоянно наносите хорошие цифры. Постоянно у вас чё-то, чё-то бэмсит. Чё-то залетает. Главное. Вернее, не главное. Плохо, что я овердрайф не реализовал. Но я бы, наверное, его и не успел бы реализовать. Так. Что у нас по заданкам? Смотрим. 2 200. Ну, вот я как бы... Вернее, 220 тысяч. В принципе, как я чувствовал, так оно и есть. Давайте пробуем тогда 80 тысяч урона быстро вкинуть. За пару рельс. Чисто за пару рельс. Просто 2 рельсы даю и 80 тысяч есть. Сделаем? Будет жёстко. Ну, я думаю, что, конечно, шансов у меня такое сделать. Не так много, но надо постараться. Потому что, ну, как? Как по-другому может быть, ребяточки? Как может быть по-другому? Давайте я даже лучше, наверное, быстрый бой пикну. Потому что немногое зависит здесь от карты и от режима. Главное... Ну, вернее, от карты многое зависит. От режима немногое зависит, да? Здесь надо, чтобы меня просто закинуло на карту, где противник хотя бы в два танка в ряд стоит. Но сейчас, как всегда, меня закинет на какую-нибудь шляпу усатую. Ну, вот, в принципе, на такую темочку меня и закидывает. Так. И где мне здесь искать сквозные? Где мне здесь искать сквозные две тысячи? Ну, это фигня полная. Добавка. Ну, семь с половы. Это уже интерес. Это уже интерес. Это уже интересик. Так. Добавочку на сквозную надо какую-то. Добавочку. Ой, на бабочке не получилось. Так. А где здесь респы вообще у противника? Здесь снизу у них. По большей части, да? Наверное, там надо снизу искать сквозную. Походу дела. Ух, ебтить. Там типа миночек. Это он поставил, да? А, я понял. Он с минером, да, походу стоит? Походу с минерчиком стоит минница. Так. Ну, пока что как-то так тухловато, тухловато, тухловато. Надо сквозную какую-то искать. Я тысячи где-то 15 нанес, но надо 80. Надо 80. Соответственно, пошлите искать какую-то интересную сквозную. Интересную сквозную. Первая интересная есть на десятку. Хорошо. Добавочку какую-нибудь оформить надо контентовую. Контентовую добавочку вон туда. Хорошо, троечка. Братанчик, ну что ты? Вот здоровается, здоровается. А, понял. Бам-бам-бэмчик. Красава, братанчик. Только надо вот под сквозную как-то вкусно становиться. Вкусно под сквозную можешь встать? Чтоб я через тебя как бэм снул на 25 миллиардов урона. И пошел успешно тушить контенту. Так, что там, что там? Есть какой-то интерес. Интерес, интерес, интересик, интересик, интересик. Хорошо. Во-во-во-во-во-во! Это уже по-нашему. Это я понимаю. Это уже понимание есть у человека. То, что надо ему делать, чтобы бэм сился урон контентовый. 7 тысяч. Туда его, туда его. Так, и там где-то на добавку надо еще всунуть. На добавочку. Хороший, контентовый! Ну, офигеть, сквозная не проходит. Офигеть, там через Харька и Диктатора должно было лететь где-то тысяч 30, может даже 40. А по итогу я, ну, просто сквозную не зачитала у меня. И все. И как бы, ну, вот весь мой сквозной выстрел, господа. Вот так вот он заканчивается иногда. Потому что просто игра его не защитывает. Ну, нафиг ты блокируешь, Валерчик! Валерчик! Ну, ты Валерчик конкретный. Ну, давай уже. Ну, что ты делаешь, чел? Ну, е-мое. Дай мне всунуть пару рельс контентовых. И играй, сколько тебе влезет здесь. Так, у меня есть овердрайв. Я даже не знал, что у меня он есть. Давайте. Тогда просто чисто набеймсим. Что-то, что-то. Ну, и по идее у меня уже урончик должен быть. По идее урончик должен быть. По идее должен быть! Я сказал, а там десятки не хватает! Ну, е-мое! Бог ты мой! Ну, это ужас просто! Десять тысяч. Там вот одну сквозную не засчитала, и все. И габела. И я тут уже сорок тысяч лет выполняю эти заданки. Думал, сейчас быстро, знаете, так, пару хороших контентовых всуну, и все. И все на этом закончится. А тут... А тут... А тут раньше нельзя было вот такую рельсу выдать, а? Десятка. Все, четко есть. Готово. Туда-туда его. Хорошо. Так, ну и оформляем замечательную покупочку. Оформляем замечательную покупочку. Спецпачка, который должен стать нашим последним спецпаком купленным. Все остальное, скорее всего, получится, если что, уже зафармить ежедневных заданок. Ну, сейчас будем смотреть, что у нас получится по итогу. А там уже от этого будем отталкиваться, когда мы будем что записывать. А может, даже и не будем больше ничего записывать. У нас есть 11 ходов. 11. 11, мать его, ходов. Мы находимся на 59-й планете. И у нас впереди 4 метеорита на 62-м, на 64-м, на 65-м и на 66-м. Было бы неплохо плюсануть троечку, не откинуться назад и плюсануть еще пару троечек и закончить просто красиво данный замечательный круг. Ладно, все. И так уже очень долго у нас все здесь происходит. Давайте ходить, лететь, тушить. Плюс двоечка контентовая. Бам-бам-бэмчик. Хорошо. Добавку сделаем. Плюс троечку контентовую без откида. Хорошо. Хорошо. Два ходов. Плюс двоечка, плюс троечка. И на 3 я ухожу просто с этой игры с броненосцем. Давай. Сделай вещь. Сделай просто вечерочек. Сделай. 1. Но это минус 5. Не откинуло. Валерчик не откинуло. Не откинуло на двух метеоритах и... Давай плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. Туши. Нет, плюс 1. Но это минус 5. Не откинуло. Лептидь, это что за халява? Боже. Просто халява. Четыре хода. Я с 59 стоял, когда мне могло дать минус 280 в сумме могло быть потрачено. Я потратил 4 хода. Я стою на 66 шагу. И мне просто осталось сделать вот этот клик. И я получаю броненосец. Сюда просто. Сюда. И у нас остается еще целых 60 энергии. Офигеть. Просто офигеть. Я даже мог по идее не покупать этот замечательный спецпачок. Но в принципе я хотел это сделать. Я это сделал. И я успешно контентово получаю новое уникальное устройство на рикошет. Ребяточки, пишите в комментариях. Хотели бы вы увидеть в ближайшее время обзорчик этого замечательного устройства на рикошет. Которая наносит все статус эффекты при критическом выстреле. Ну и контентовый броненосец. Но сюда, господа. Сюда. Просто сюда. 69 ходов. Ну что я могу сказать. Ну круто. Ну просто бомбически. Ну халява. Просто халява. Просто нереальнейшая жесткая халява. Когда меня ни разу не откидывает. Я наступаю на 3 метеорита. И ни один из них меня не откидывает. Может быть давайте попробуем сейчас чуть-чуть дальше газануть. Газануть. Может газ-газ сейчас даст нам что-то контентовое. Раз у нас уже есть 60 энергии. Да даже если просто по плюс одному тушанет. Уже будет нормально. Уже будет неплохо. Просто по плюс единички. Чуть-чуть бэм-бэмчик. Плюс троечка. На метеорит встал. И не откинуло. Контентово. Просто не откидывает с метеорита. Еще на один метеорит встал. И еще на один не откинуло. Ептить. Просто я встал на 5 метеоритов. На 6. На 6 стою. И не откидывает. На 6 метеоритов встать и не откинуло ни разу. Боже, что это за халява. Сейчас плюс 2 и откидывает. Плюс 1. Офигеть. За 110 энергии. За 110 энергии. За 11 ходов. Я сумел пройти весь тот круг. И встать здесь еще на 3 метеорита. И меня не откинуло ни с одного. Там один перелетел. На 3 встал. Здесь на 3 встал. 6 метеоритов. 6 из ни одного меня не откинуло. Жесть. Это такая халява. Просто халява. Просто нереальнейшая жесткая халява. 75 ход. Я в шоке. Просто реально в шоке. Вот без преувеличения я в шоке. 75 ход. 75 планеты. Я вернулся к тому, что я иду один к одному. И это на ластовом кругу. И с таким теперь уже реальным шансом есть возможность дойти до конца. И быть может, есть смысл даже в трате дополнительных танкойнов и прохождение до этого скина. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Есть ли смысл? Есть ли смысл? Так, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 5. 450 при печальном раскладе. И на контенте еще... И на контенте еще 14, да? 14 и 9 метеоритов. Это 600 энергии. При самом печальном раскладе это 600 энергии. Но если будет так вести, то... Ну, видите, знаете, вот самое жесткое, что... Если я даже встану здесь, у меня сзади ни одного метеорита не осталось. Понимаете? Я типа встал на все метеориты. То есть возможности на откидочек у меня типа нету. То есть дальше я уже не улечу. То есть это халява. Прям жесткая халява. Ну и круто, понятное дело. Это очень жестко. Это очень жестко. Это прям ультра-мега-жесткое везение. Поддерживать видеоролик лайком. Друзья, поддерживать. Обязательно поддерживать видеоролик данный лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег создателя контента это тег Team P. Оформляйте его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Итоги которого, кстати, уже будут на этих выходных. Поэтому участвуйте, быстренько заполняйте формочку. И не пропускайте возможность забрать контентовые призы. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.